Здравствуйте, дорогие друзья! Паравинская детская библиотека подготовила видеопрезентацию о детях, героях Великой Отечественной войны. Война. Сколько ужаса, страха и горя в одном этом слове. 1418 тревожных дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Это был обычный воскресный день. Ярко светило солнце и небо было. Голубое-голубое. И вдруг война. 22 июня 1941 года. Рано утром, когда все еще мирно спали, самолеты с черными крестами обрушили бомбы на наши города и села. В одночасье для миллионов людей рухнули все планы на будущее. Каникулы, экзамены, свадьбы. Вся жизнь перевернулась. Мирный день отдыха обернулся долгими годами страданий. Ах, война, что ж ты сделала подлая, Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, Повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили, И ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Отложив школьные учебники, юные патриоты взяли в руки винтовки и гранаты. Стали сынами полков и партизанскими разведчиками. Их наравне со взрослым награждали орденами и медалями за проявленный героизм, а в указах о награждении называли по имени и отчеству, как взрослых. За особые заслуги и мужество им, как взрослым, присвоили высшую награду – звание Героя Советского Союза. Но в указе о награждении стояло страшное слово – посмертно. Ценой собственной жизни совершали подвиги юные герои. Леонид Голиков. Когда его родное село в Новгородской области захватил враг, он ушел в партизанский отряд вместе со своим школьным учителем. А вскоре получил первое боевое задание – разведать расположение фашистских войск, прилегающих к лесу населенных пунктов. Партизаны одели Леню в лохмотье, дали старую сумку, совсем как нищий. Теперь ему предстояло под видом сбора милостыни пройти по селам и точно заметить, сколько где солдат, сколько машин и пушек. Разведка была удачной. Мальчишку принимали за нищего сироту. И с каждым разом юный разведчик получал все более трудные задания. У него уже был свой автомат, а однажды за спасение раненого товарища Леню наградили медалью за боевые заслуги. Но самое необычное происшествие произошло в Лене. Вечером разведчики-партизаны ушли на задание шоссейной дороги километра за 15 от лагеря. Всю ночь пролежали они у дороги. Машины не ходили, дорога была пустынной. Что делать? Командир группы приказал отходить. Партизаны отошли к опушке леса. Ленька немного от них приотстал. Он собрался догонять своих, но, оглянувшись на дорогу, увидел, что по шоссе приближается легковая машина. Он бросился вперед и залег у моста за кучей камней. Машина подошла к мостику, притормозила, и Ленька, размахнувшись, бросил в нее гранату. Крохнул взрыв. Ленька увидел, как из автомобиля выскочил гитлеровец в белом кителе, с красным портфелем и автоматом. Ленька выстрелил, но не попал. Фашист убегал. Ленька погнался за ним. Офицер оглянулся и увидел, что за ним бежит какой-то мальчишка, совсем маленький. Если бы их поставить рядом, мальчишка едва бы достал ему до пояса. Офицер остановился и выстрелил. Мальчишка упал. Фашист побежал дальше. Но Ленька не был ранен. Он быстро отполз в сторону и сделал несколько выстрелов. Офицер убегал. Уже целый километр гнался Ленька, а гитлеровец, отстреливаясь, приближался к лесу. Он на ходу сбросил белый китель и остался в темной сорочке. Целиться в него стало труднее. Ленька начал отставать. Сейчас фашист скроется в лесу, тогда все пропало. В автомате оставалось лишь несколько патронов. Тогда Ленька сбросил тяжелые сапоги и побежал босиком, не пригибаясь под пулями, которыми посылал в него враг. В диске автомата оставался последний патрон. И этим последним патроном Ленька поразил врага. Он взял его автомат, портфель и тяжело дыша пошел назад. По дороге он подобрал брошенный фашистам белый китель и только тогда разглядел на нем генеральские витые погоны. «Эге, а птица-то, оказывается, важная!» – сказал он вслух. Ленька напялил на себя генеральский китель, застегнул его на все пуговицы, засучил рукава, свисавшие ниже колен, поверх пилотки нахлобучил фуражку с золотыми разводами, которые нашел в разбитой машине, и побежал догонять товарищей. Через некоторое время из Москвы пришла радиограмма. В ней говорилось, что нужно представить к высшей награде всех, кто добыл ценные документы. Отгремела война, над страной тишина, Но мальчишка с гранатой не спит. Он всегда на чеку, стал готовый к броску, Он из бронзы навечно отлит. В одном из самых красивых мест Минска Среди кленов и лип стоит бронзовая фигура мальчика, высоко поднявшего руку, чтобы бросить во врага последнюю гранату. Это памятник юному герою Марату Козею. Марат рос без отца. Он умер, когда мальчику не было и 7 лет. Но отца Марат помнил. Бывший балтийский матрос служил на корабле Марат, и имя сынишке дал, честь корабля. Осенью 1941 года Марату не пришлось идти в 5-й класс. Школьное здание фашисты превратили в казарму. Мать Марата повесили фашисты за связь с партизанами, и Марат ушел к партизанам в лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады, проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске. Марат участвовал в боях, неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными подрывниками минировал железную дорогу. Погиб Марат в бою 11 мая 1944 года. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, подпустил врага поближе и взорвал их и себя. За мужество и отвагу пионер Марат Козей был удостоен звания Героя Советского Союза. Имя третьего юного героя среди четверки удостойных самой высокой награды звания Героя Советского Союза Валя Котик. Когда началась война, Вале было 12 лет. Родился он в селе Хмелевка, Украина, в крестьянской семье. И к началу войны перешел только в 6 класс, но с первых дней начал бороться с оккупантами. Участвовал в подрыве шести вражеских эшелонов, уничтожении кабеля стратегической связи гитлеровцев и был отмечен орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью партизану Отечественной войны 2-й степени. В 1944 году в бою за город Изяслав был смертельно ранен и на следующий день скончался. И только в 1958 году Валентину Котику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А четвертой в ряду юных удостойной самой высокой награды была девочка Зина Портнова. Ленинградскую школьницу война застала у бабушки в деревне. Родители остались в осажденном Ленинграде. На занятой немцами территории была создана организация «Юные мстители». Зина расклеила листовки, в которых призывала народ не сдаваться фашистам и верить в победу. Работая в столовой курсов при подготовке немецких офицеров по окузанию подполья, Зина отравила пищу. Но во время разбиратель, желая доказать немцам свою непричастность, попробовала отравленный суп и чудом осталась жива. Стала разведчицей. И в декабре 1943 года, возвращаясь в задание, была арестована в деревне Мастище и опознана предателем. На одном из допросов, схватив со стола пистолет следователя, застрелила его еще двух гитрецов. Пыталась бежать, но была схвачена, зверски замучена и 13 января 1944 года расстреляна в тюрьме города Полоцка. Зина Портнова, Валя Котик, Леня Голиков, Марат Козей 4 пионер-героя, удостойных высшей награды, героя Советского Союза. Но были и другие. 20 тысяч ребят получили медаль за оборону Москвы, 15 249 юных ленинградцев награждены медалью за оборону Ленинграда. Валя Зенкина, юная защитница Брестской крепости. Брестская крепость первая приняла на себя удар врага. Рвались бомбы, снаряды, рушили стены, гибли люди и в крепости, и в городе Бресте. С первых минут ушел в бой Валин отец. Ушел и не вернулся. Погиб героем, как многие защитники Брестской крепости. Валю фашисты заставили под огнем пробираться в крепость, чтобы передать ее защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала место их расположения и осталось помогать нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала патроны, подносила их бойцам. В крепости не хватало воды, ее делили по глотку. Пить хотелось мучительно. Но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка. Вода нужна раненым. И когда команда вне Брестской крепости приняла решение вывести детей и женщин из-под огня, переправить на другой берег реки Муховец, иной возможности спасти их жизнь не было, маленькая санитарка Валя Зенкина просила оставить ее с бойцами. Но приказ есть приказ. И тогда она поклялась продолжить борьбу с врагом до полной ее победы. И Валя клятву сдержала. Разные испытания выпали на ее долю. Но она выдержала, выстроила. И за отвагу и мужество была награждена орденом Красной Звезды. В блокадных днях мы так и не узнали между юностью и детством, где черта. Нам в 43-м выдали медаль. И только в 45-м паспорта. И в этом нет беды, но взрослым людям, прожившим многие года. Вдруг страшно от того, что мы не будем ни старше, ни взрослее, чем тогда. Несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей, сыновья полка, пионеры, простые мальчишки и девчонки наравне со взрослыми терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Прошла война, прошла война, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова